О пользе йогурта знают все, но немногие, выбирая его в магазине, читают состав на этикетке. Оказывается, на полке соседствуют йогурт и йогуртный продукт. В чем же разница между ними? Разберемся сегодня вместе с нашими молочными экспертами. Кисломолочный продукт Иогуртный продукт бывает двух видов. Термизированный и не термизированный. В зависимости от того, подвергается ли высокой температурной обработке сквашенный сгусток. Ну а по вкусу йогурт и йогуртный продукт не отличить. В обоих есть кальций, белки, витамины. У лидера отечественного рынка молочных продуктов есть в ассортименте как йогурты, так и йогуртные продукты. И то, и другое производится только из свежего молока. Вот, например, йогурт «Оптималь» изготовлен из натурального пастеризованного молока с использованием закваски, обогащенной бифидобактериями. Питьевой йогуртный продукт «Савушкин» также изготовлен из натурального пастеризованного молока, но без добавления бифидобактерий. Высокое содержание белка, затем низкая калорийность, небольшое количество жиров. Это полезный продукт для людей, следящих за своим здоровьем и за своим весом, потому что обеспечивается хороший уровень основного обмена, сытость сохраняется достаточно длительно после такого приема еды и профилактируется падение сахара, тем самым мы дольше не чувствуем активного аппетита. Сроки хранения немного отличаются. Йогурт и нетермизированный йогуртный продукт могут храниться не больше месяца. У термизированного йогуртного продукта срок годности доходит до 50 суток. А вот температура хранения одна и та же – от плюс 2 до плюс 6 градусов. И, конечно, только в холодильнике. Итак, теперь вы знаете разницу между йогуртом и йогуртным продуктом. Оба по-своему полезны. Выбор, конечно же, остается за вами. Главное помнить – еда должна быть не только вкусной, но и натуральной и полезной.